Ребят, третья игра, третья игра Wildcard'а Rattlesnake Gaming Quantic и... Вы не поверите, что там есть. Вы не поверите, что там есть. Там много чего интересного. Ну что, у нас Висп и Дарксир первые два пика от Quantic, Хас Найт и Визаж первые два пика от Rattlesnake. Интересно. Да вообще любопытная такая тема, потому что Висп цеха есть в матче, но они в разных командах. Просто Inmate сразу стал звездой Твиттера, я сейчас Твиттер читаю. Да, 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 там фотки, в очках. Это И3 с ЛТВ, просто Inmate уже звезда Твиттера, как бы очки где-то нарыл у кого-то, да, и там залетает уже все на ура. Amazing хвост. Ну хвост, как всегда, да, хвост. Вот это вот, да? Вот это вот его как-то. Люксы показывает нам хвост. Ну что, отдали Виспа, забрали Хас Найта, но Хас Найт без Виспа, он ну такой себе, типа, чувачок, скажем. А вот Висп с кем угодно, да даже с той же Мартреткой, он уже жесткий. Ну что, Дерево и Девауэр у нас в бане, опять-таки вторую игру подряд мы видим, что Девауэра отправляют в бан парни из команды Реттлснэйк, то есть они боятся Фунзи на Девауэре намного больше, чем Виспа на кого-то. Ну в прошлой игре они увидели, что и Виспа стоит опасаться, не в меньшей степени. Тут небольшое такое, опять же, статистическое отклонение. Эту игру смотрело порядка 400 тысяч человек на всех ресурсах доступных. Что же будет на игре? Na'Vi Alliance. Думаю, лямчик заедет вообще. Na'Vi Alliance, например. В воскресенье 11 числа в 12 вечера. Киевскому времени там. Да, да. Просто будет костер. Вообще много интересных матчей. Да, ребят, если вы еще не смотрите International, ну если вы не смотрите, вы этого не слышите, ладно. Зовите всех своих друзей и так далее. Которые не смотрят International. Только что TC из команды Liquid. Просто я сейчас сижу в Твиттер, там уже хвоста скидывают и так далее. Так вот, TC из команды Liquid пишет в Твиттер, что вы знаете, пики... Просто шикарно. Так вот, что пики Хаус Найта, чтобы не забрали враги, редко срабатывают. То есть Хаус Найт, он с виспом крутой. Как просто Кэри, ну я не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, но по-моему это так себе. Как-то прохладненько, что-то я отношусь к Хаус Найту, как просто к Кэри-герою. То есть как к герою, который с виспом будет разваливать кабины, это да. Но тут еще Геракоптер есть. О, то есть вообще вообще тяжкие, пацаны, подали сейчас. Хаус Найт, суппорт, как тебе такое? Например? Не знаю, вот прям даже не знаю, что сказать. Такие кадры эпичные, выцепляют люди. Да, просто с нашей трансляцией уже разворовали на скриншоты ее как бы. Да я серьезно, я просто не могу. И реально все эти моменты, то есть они как бы действительно существовали. Да, и они действительно выглядят очень красиво. Ну, куда же без хвоста, врыв в эфир. Какой может быть врыв откуда-то без хвоста, вот скажите, пожалуйста. Обязательно мы сегодня еще пообщаемся в прямом эфире с нашими игроками. Обязательно будут у нас врывы и от ВП. И пообщаемся мы с квантиками, вне зависимости от результата. Я очень надеюсь, что результат будет позитивным. И все будет хорошо. Скоро, кстати, ВКонтакте появятся, я думаю, распостим их абсолютно по всем сетям и так далее, фотографии. Там заливает их уже народ, там, факер занимается этим, собственно, понемножечку вместе с КСЕО в Америке. Так что ждем. Да, слушай, лишь врага забирают у нас квантики. Герои прикольные. В свое время их там называли всей имбой, дисбалансными и еще какой-то фигней. Но пока что какая-то общая картина слабо вырисовывается. Конечно, Дарксир, представь, такой, опять же, голливудский боевик. Дарксир стягивает пятерых. И на это все еще Лишрак Станчик туда висп раскручивает своих виспят и еще что-то туда залетает. Не знаю, правда, пока что. Да, ну что же, ждем. Так, ну давайте, по-моему, Найкса, Натальше. По-моему, мало кэри. Кстати, Найкс, прошу заметить, ни в бане, ни в пике. Что-то про него вообще забыли, как по мне. Ну, Разур, например, есть в бане, а Найкса нет. Кстати, вот сейчас ДПМ Лисиус пишет, как бы, да, Сингапурка, который китайский чемпионат проводит, живет в Китае, пишет гоуку антикдота. Ну, нормально. Интересно. Может, в Реттлснеке и денег должны? Может быть. Я не знаю, да, мало ли. Все, может быть. Так, четвертый пик у Реттлснека, им сейчас немного не хватает суппортов и пацана в мид, хотя... А, вот, вот, есть Бистмастер. Так, пик Реттлснека мне уже начинает нравиться. Ну, Бистмастер сам по себе герой очень прикольный. И, опять же, самое главное, пробивает БКБшечку, вот в чем дело. БКБшечку Лешрака? Ну, Лешрака, был бы это Смайл на Лешраке, я бы тебе сразу сказал. Не, ну это да, это фаст БКБ, сходу просто. Там не фаст БКБ, там БКБ после Бладстоуна и еще трех артефактов на 25-й минуте. То есть, там обычного Смайла примерно так дела обстоят. СВЕН! СВЕН плюс ВИСП. Вот это да, вот это Габлак начинает уже габлачить, скажем так. Да, ну, блин, опять же, СВЕН, милый герой, которому придется гоняться за Хаус Найтом, у которого там 5-2-2 мувспит под барабанами и еще какой-нибудь фигней. Но нет, конечно, ВИСПа у Хаус Найта, это уже приятно, а вот у СВЕНа ВИСП есть мувспит. Бонус на него тоже как бы будет. Вот такой, такой, я пока не знаю. Ну, вообще, смотри, просто как бы план, да, вспоминаем четвертьфинал Дримхака позапрошлого, да, и помним, что Дарксир стянул, СВЕН ударил, и все умерли с одного удара, да? Было такое, там Фир вроде разрезал. Да, Фир делал именно этот ультра-кил, избивая того самого Сашку Хвоста, который 9-1 проиграл. А ты же не слышал, что он рассказывал. Ну, я слышал мельком там. 9-1 проиграли они, вчера 5-0 Альянсу им объяснили, что не на тот турнир НАВИ приехали, как бы, так что. Ну, посмотрим. Опять-таки, тренировки, это тренировки, как бы. Ну, понятно, там команда что-то испытывает, там тоже психологический фактор решает. Ты показываешь врагу, что, мол, да мы там слабенькие, бедные, несчастные, а на самом турнире можно ведь играть совсем по-другому, с другим отношением. Да, но, вертус-пром, выиграли у ДК несколько матчей подряд, там, да? То есть у нас инфа от Майла была. Ну, посмотрим, посмотрим. Все самое интересное началось сегодня, хотел сказать, начнется завтра, но началось сегодня. Да, вот сегодня, правда, у нас только две команды участвуют, но... Завтра вас уже будут тошнить от команд, которые участвуют. Их будет очень много, то есть завтра будет все уже команды. Матч 4 параллельных трансляций будет, друзья. Да, и на каждом стриме будет 6 best of 2, то есть 12 карт на каждом стриме, 48 карт доты завтра. Так что у вас завтра есть еще время, Crystal Maiden, у вас еще есть завтра время пойти купить 3 монитора и новый видяху с 4-мя видеокодами, чтобы... У меня, кстати, видяха с 4-мя видеокодами здесь в компе, мы сегодня у нас столкнулись с проблемой подключить 3 монитора. Так и подключили 3, и оказывается, можно еще 4-мя подключить. Как можно с 4-мя? Что можно делать с 4-мя? Покер можно играть с 4-мя мониторами. Зачем? Зачем играть в покер с 4-мя мониторами? Ну, так. На каждом по 24 стола и пошел просто. И такой сидишь там. Жмакаешь. Ретлснэк гейминг, да. Да. Ну что ж, ласпик, Артура. Соло-мид или же... Лишь рак будет соло-мид. А может быть берем шэдоу-демона и делаем 2 даблы? Как ты это смотришь? Не, на самом деле, тут в миде стоит, скорее всего, против бестмастера придется. И против бестмастера нет никаких проблем стоять практически любым героям. Правда, БМ очень неплохо контрит, скажи мне, я тебе скажу, ну, рейнджовых героев в плане, там, добивания, денаинга крипов. Так что, да, могут быть серьезные проблемы. Лич ласт пиком заехал. Вот так вот. Да, ну, опять-таки, герой, который часто появляется в... Мы даже видели, он в... Где-то там был... Он был даже, по-моему, в одних из фейворит heroes или что-то типа того у команды Квантик. Да, все, поехали, поехали. Лич, Фунди, Лич, погнали. Я думаю, тут больше... Да, ну... Погоди, Фунди, Лич. Фунди, Лич. Не-не-не-не-не-не. Фунди, Лич. Не-не-не-не-не-не-не-не. Фунди, Лич, Соломид, поехали. Или нет, или Фунди, Хардлайн. Фунди все-таки в Хардлайн отправлен. А подожди, а в мид пойдет, что ли, Факинг Мэтт на Дарксире? Да, и... Вот это вот что-то новое. Ну, это на самом деле неплохая тема, потому что Лич в Харде, он в любом случае в выигрыше. Он постоянно ест крипов, выигрывает в Доту. А ДС в миде это достаточно популярная тема. Когда-то была в свое время. Ну, в свое время это юзали больше там против Темпларки, например. Так, у нас бисмастер Фусродах забегает. Фусродах. Да, да, ну, такой у него тематический скин. Миленький. Самый настоящий, потому что тот бисмастер, который был одет как Этсио из Синскрита, не очень пёр. Тут нормально. Да, не поймали, понятное дело, у нас снизу сокшку. Ну, и опять у нас Сайлент Висп. И опять у нас вся надежда на то, что с Виспом дела пойдут очень хорошо. Команда Кмантика 1-1. Напомним еще раз, Бест оф 5 победитель попадает в группу Беза Интернешнл. И завтра уже в этой самой группе Б будет играть. Попадает в группу смерти. Причем, ты знаешь, общался я вчера с Габлаком в скайпе. Я говорю, Артур, как тебе группа? Он такой, ну, нормально. Я типа, ну, в смысле, группа-то же вообще ужасная. Там же просто убиться можно. И Тонг-фу, и кто угодно там есть. Он такой, да ладно, типа, нормальная группа. Типа, главное в Реттлснэйк не проиграть. А там уже разберемся, да, да. Там уже разберемся. Ну, вот Габлак правильно расставляет приоритеты, на самом деле. Потому что не говори, гоп, да, пока не перепрыгнешь. И вот действительно, что. Кстати, ты смотри, Сентри разбили. И вот ты смотри, Кабу делает... Еще один Сентрик. Варда-контрвардинг. То есть, довольно интересно. Ну, кстати, этот Сентри не блочит спаун или блочит? Этот Сентри блочит спаун, что ли? Вроде как нет. Ну, судя по этому, блочит. Сейчас на первой минуте мы, конечно, увидим, а блочит ли он. Ну, а это довольно-довольно-круто, да, Сентрик будет, если он будет блочит спаун. Не, ну, это, опять же, это один... Я просто не помню, там то ли чуть левее, то ли на этом месте. Ну, да, вообще, один из них там блочит, ладно, разберутся. Парни, я думаю, без нас. Причем Сентри вар также есть еще и у Сайлента. И, скорее всего, он сейчас попытается как-то добраться до того Сентрика. Тут надо съесть елку, либо справа, либо сверху. Сайленту надо быть очень осторожным, чтобы не встрять. Да, закрывает, этот Сентри вар действительно закрывает спаун. Сайлент знает, где его тыкнули приблизительно, как бы, потому что они там видели. Да, я уверен, что догадываются вообще, да, действительно, в какой стороне, по крайней мере, он был поставлен. Ну, тут главное, опять-таки, эту триплу не... Очень хорошая трипла у команды Rittlesnake. На втором левеле вносит такое количество дэмэджа, что, наверное, ни одна не будет. Да, они на первом могут зацепить просто, маму, ни горе. Ну, так что просто не... А, да, есть здесь, собственно, Solo Assumption. Ну, а на втором левеле будет, вы понимаете, и Колба, и Нова, и Грейпчилл, и Плюшка, и все. Там цеплять будут очень сильно, и цеплять будет пофиг. По нуле это фраг уже. Да, да, тут цеплять реально пофиг кого. Это Свен будет, это будет Висп или Лишрак. Реально значения не будет никакого абсолютно, потому что дэмэджа будет хватать на всех. Да, тут ты прав. Ладно, в миде смотрим, что у нас в миде. У нас Fucking Mad против Beastmaster стоит в миде. Lanem пока просто отлично, 9 на 3. В Fucking Mad дела идут не так хорошо. Ну и в сложной Фунзии против Луо, ну, пока, скажем так, не особо жирует на линии. Ну, ладно, а что ему этот гирокоптер может сделать? Правда, сейчас вот, когда появляется более-менее урон там или левел у Луо, когда появляется флэг, будет ракетка, будет он ее вставить по КД в того же Лича, например. Да, уже можно подгонять. Да, тогда будут проблемы возможного Лича. Ну, а на данный момент что? Он Крипа сожрал, линия подпушилась, и вот сейчас под этим Тауером он получит просто нереальное количество экспы. Ну да. Вообще нереальное количество всего. Ну да, Луо, взлетел, получил Нову сразу, такой, типа, иди отсюда, братиш. Да, тут более-менее Лич получает. Ну, вот Сузи, да, там сейчас третий. Левел будет быстрый. Конечно, конечно, там все очень быстро будет получать Лич, и вот это тоже очень любопытно. Очень боится Сокс даже выходить на что-то. 8-3 Крипстат, кстати, больше, чем у Хаус Найта. Тут такая ситуация, что тут даже нападать глупо, потому что, ну, даже ты нападешь, окей, там же все равно дэмэджа будет немерено. Там просто могут еще и откинуться. Три стана есть у Квантик, это плюс. Это огромный плюс, да, то, что есть большое количество станов, то, что можно будет очень сильно огрызнуться, а то и самим навешать. На ту же ЦМочку, вот, например, сейчас набраться. Стан в ЦМку, Лишрак успеет ли? Лишрак, точный стан, Кабу, Кабу проседает очень сильно, Габлак тоже получил стан, и Кабу выживет, Ферсглад забирает Кабу. Неужели выживет? Нет, Кабу все-таки умер. Да, Кабу умер, тут Сайлент, посмотри, Сайлент сейчас... Есть Тезер, есть Тезер, он сейчас мансует, будет пытаться еще кого-то убить. Он сейчас будет пытаться затезерироваться, да, но, правда, сейчас... Ну, слишком далеко была ЦМка, да, то есть понятно было, что тяжело ее будет убить, как бы, 500 хп, а цель, конечно, заманчивая, но очень-очень долго, как бы, они к ней шли. Ну, действительно, пилили ее, ну, нормальное количество времени, плюс, нет, там, на самом деле, очень грамотно сделал все Визаж. Визаж кинул слоу на Лешева, для того, чтобы Леший тупо не успел добежать и дать стан. Ну, он успел, но это было очень долго. Это, да, это очень сильно затянулось, и, собственно, поэтому были проблемы вот такие серьезные у команды Квантик, так что тут, конечно, Визаж все очень круто сделал. Но, Квантик пошли в атаку первыми, то есть, ну, вообще, да, они, как бы, играют легкую триплу, поэтому им проще нападать, но, по сути, так... Смотрите, фукинг Мэтт побежал прочекать Рону, и нашел Сагэма, и нашел Сагэма, и больно его бьет. Ну, непонятно еще, кто кого больше бьет, но такое. Ну, как бы, Виз был рядом, я думаю, ну, правда, маны не было на Айон Шелл, так бы побежал бы и дальше продолжал бы давить. За счет того, что Сагэм был на руне, сейчас есть свобода действия у Сокса, и он, конечно же, немножечко пофармит. Ну, у Сокса есть 1200 голды, и что это будет? Будет ли Мидасировать сейчас Сокс? Ну, ситуация такая, что вроде все не слишком хорошо располагает для того, чтобы Мидас себе покупать. Ну, может, рискнет, не знаю, посмотрим. Или, наоборот, будет ждать там до последнего. Потому что вроде как воевать надо будет летать и убивать противника. Ну, не знаю, не думаю я, что Мидас это хорошее решение. Ну, я вот тоже о том же говорю, что Мидас не самое лучшее решение, но почему, типа, и нет. Ладно, у нас там в центре сейчас битва. Факин Мэд против Лан Эм, Лан Эм отлично кричит, и сейчас будет проблема у Факин Мэда, и последняя тычка, это минус. Вот так, в Соло, бисмастер. Мид выигран, можно сказать, смело, потому что Крипстат, видите, 27... Ну, Крипстат ровный, да, тут догнал, как бы... Догнал понемножку Факин Мэд своего оппонента, но умирать в Миде, вы сами понимаете, это неприятно. И очень скоро хороший левел будет у бисмастера, не знаю, что там будет, может быть, и даггер какой-то сверхагрессивный будет бисмастер, и будет проблема. Лич, когда возьмёт шестой левел, будет ли лететь вниз? Вот в чём вопрос. Я думаю, стоит. Да, ему бы ещё какую-нибудь хендресочку сюда докупить, и тогда действительно можно залетать уже, потому что польза тогда от него будет реальная, а не только рандомная в плане того же чайника. ЦМка пока что далеко держится, но вот периодически подходит поближе к Абу, понимая, что и у него герои рядышком находятся не самые слабые, что они тоже смогут забрить того же виспа, того же лишь рака. Пока что, пока что тут больше такая Mind Games идёт на трипле. Идите, боятся, конечно, рвануть вперёд куда-то там и начинать убивать. Да, конечно. Тут тот неправильно залетел, или тот неправильно дал стан, не по таймингу. Всё, как бы проиграно, трипла получается. Никто не хочет этого. Безусловно, никто этого не хочет. Пока ещё ни одна команда не проиграла триплу, скажем так. То есть, да, размен один в один, да, ФБ забрали Реттлснэйки, но это не значит, что трипла проиграна. То есть, всё более-менее. Ланэм здесь тыкнул себе вард и будет контролить нижнюю руну. Топруна тоже контролится, опять-таки, командой Реттлснэйк, но руну забрал на шестой минуте, опять-таки, по киньме. Так, Сокс, ты посмотри. Сокс себе купил Грейджин и Вант, купил тапок и принёс себе брасер. То есть, это будут барабаны, скорее всего. Не знаю, нафига ему еще брасер. Почему-то в этой ситуации мне нравится это больше. Ну, явно, больше, чем Мидас. Ну, понятно, что больше, чем Мидас. Но, опять же, понятно, что Сокс будет собираться воевать. Он понимает, что у него небольшой мувспид, что нужны будут все-таки барабаны. Эта ситуация мне напоминает ситуацию с тем же Лайфстилером, который тоже отличается. В миде. В миде проблемы у Фокингмэда ультует, хорошо ланэм, ЦРМка прилетает шикарно. Шикарно вот здесь все сделали. Все очень круто делает Редлснейк. А здесь парни пользуются тем, что остались они здесь вдвоем на вот этой трипле. И Леший слишком далеко. Да, Леший слишком далеко. Не хватает, конечно же, никак дэмэджи у Квантиков, чтобы вдвоем запилить. Там слишком жирное, что ЦК, что Визаж. Сложное убивать. Ну, было Свена с Тантом, да, по двоим. То есть, ну, более-менее. Но что дальше? Бисмастер Аркантапки. В миде вообще все шикарно было. И вот этот бисмастер, он теоретически может, конечно, переворачивать. Учитывая то, что, опять же, его крик пробивает БКБ. Наорать на Свена там и оставить команду без главного дэмэдж-дилера и такого себе танка. Тоже одного из главных в команде. Там на три, на три с половиной секунды. Это очень сильно. А вот у Квантиков на это, опять же, ответить нечем. Ну вот, притянули Свена. Здесь же хорошо стан должен дать Габлак. Габлак, даёт Стан Айси. Отлично его поймали. Убили Айси. И теперь Кабу. Погнали за Кабу. Просто шикарно Кабу. Кабу уже умрет. Два фрага от Квантик. Вот так вот. И третий можно, третий можно. Пять секунд. До конца Сокс пошел. Волтавр ее бьет. Лол. Сбейте кто-то сейчас. Нормально, нормально. Переагрили. Сейчас еще залетает молоток. Сак тоже отъезжает. Безмассер сейчас-то по-моему дабилкил сделает. Нет, это не Безмассер. Это холдаун. Отлично. Сайлент уворачивается, но погибает. В любом случае. Минус три. Да, минус три. Это очень круто. Также круто, что при этом всем участвовал Свен. То есть, получил он опыт, получил он денег. Ну и Висп, кстати, 5 левел практически заработал. И Лич сейчас будет спокойно стоять, потому что улетел отсюда Герокоптер. И пешком возвращается на линию. Нормально. Да, долго-долго будет там долетать сейчас Ло. Очень долго. Так, в центре эти времена МДС. В смоке эта атака куда-то пошла. МДС, кстати, в инвизии сейчас забегает на топ. И будет ждать там, скорее всего, какого-нибудь Герокоптера. Ну атака идет вниз. А снизу же никого нету. Ага. Ну тут есть, конечно, Габлак. Габлак пулит спокойненько. Ну и вот довольно интересная такая атака от Ланэ. Он, кстати, смог уже наполовину прошел. А тут стоит Вард. По Варду, конечно, сейчас пробегутся и не увидит Габлак. Что здесь Ланэ, ну и минус Габлак. Да, ну минус Габлак. Ой-ой, хорошо, Габлак и не достает до него. Ланэ, ну вот что ж так долго думал-то, да? Да, действительно. И здесь же атака на Лоу. Сразу напали. Габлак очень далеко здесь без мастера. Ультует в Сокса. Фунзи, Чайник в Лоу. Чайник хорошо улетает в Кабу. Отлично разбегаются Раттлстейки. Чайник дальше не долетает. Но там пошел Диаболик. Диаболик должен добивать. Сейчас Лоу, да, есть минус. Лоу, тут еще и СВ нарезает. Как он нарезает с руки? Есть, опять же, два минуса. Проблема, да, тут Габлак умирает. Ну и тут 2 в 2. 2 в 2, разменялись. Ну, как-то, опять-таки, вот здесь, по-моему, квантики поспешили. Здесь не надо было врываться. Потому что, ну, слишком все были далеко. Двое были вообще не там, Лоу. Это что, погоня сейчас пошла за Айси? Да, не знаю, где он. Войно. Там ТП, там ТП. Да, да, слишком далеко он уже находится. Сбить-то этот ТП, конечно же, нечем. Как же агрессивно-то играет команда квантики. Заметь, очень агрессивно. Ну, я тебе хочу напомнить, что первые 2 игры у нас тоже были не матчи, там, не знаю, единоборства между ленивцами, там, какими-то. Потому что команды действительно показывают очень высокий уровень. Постоянно воюют. Ну, Wild Card Game, конечно, вот сочный. Очень сочный. Вот, действительно, по-моему, удается пока. Ну, пока, так, здесь снизу атака на ЦМку. Ну, и ЦМку-то просто виспами должен добривать Сайлент. Да, минус, отлично. Ну, слишком далеко, я не знаю, что здесь делал ТП. Я вообще не понимаю, что здесь делала ЦМка. Почему он стоял здесь, когда, как бы, Хаус Найт был далеко отсюда, непонятно. 10 минут игры прошло, графики мы вам показываем. Квантик проигрывали полторы тысячи в какой-то момент, ни одного тавра они еще не забрали. Ну, не потеряли тоже ни одного. В любом случае, по деньгам они ведут 200 голды, по XP — 1000 XP. Абсолютно равная игра. И висп, шестой левел, мы уже видели, да? Ну, в миде. Первый тавр забирает Ланэм. Мы видим с Баклером. Ланэм скоро будет с Мека. И у Ланэма тут более-менее все в порядке. И тавры в миде депить пока нечем. Виспа нету, Свена нету. Зато есть ТП. Смотри, смотри, ТП. Тут уже трое, на самом деле, находятся. Хорошо. Будет ли драка? С АГМ очень хорошая позиция здесь в лесочке. И забрали тавр, просто и ушли. Я думаю, не стоит дальше лезть с Ретлснейком. Они это тоже прекрасно понимают, что рисковать не стоит. Есть, кстати, Герокоптер, не будем забывать. Который, правда, пока еще без себя толком ничего не представляет. Сейчас он получит девятый уровень. Вот он появился наконец-то. Но, опять же, ему это, по большому счету, ничего не приносит. Ага, пошел он дальше вниз дофармливать. В общем, сейчас будут стягивать, пытаться стянуть вниз игроков команды Квантик. А сами в смоке заходят. И это, кажется, удается. Сайлент, накричали. Реалити рифт. Минус. Ну, Габлак, 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 что тебе поставил за подстан? И опять-таки Аси не достает. Габлак мансует в тень. Ну, тут нормально. Да, и Лоу продолжает внизу прессовать. Вышка здесь, скорее всего, сейчас отъедет. Ой-ой-ой, а Сокс-то здесь один. Да, Сокс здесь умирает. Стан по Лоу, есть ТП, конечно, Сокс понял, что надо прятаться. Кстати, кстати, вот Фунзи рядышком чайник. Вот этот инстачайник, он был нафиг тут не нужен. Ну, и Фунзи умирает здесь, да? Да, и Лоу выживет. Ну, Лоу. А нет, на Лоу залетает Сайлент. Посмотри, Сайлент отлично залетел. Спину забрал. Ну, а что дальше? А где вообще, где всю драку находится Сокс? Сокс сделал ТП домой. Что вы делаете? Ну, зачем? Почему три саппорта лезут драться? Сокс ТП давно сделал. Ребят, вот Реттлснеки сами в шоке. Так, подождите, он же тут должен быть. Суппорты же дрались, он должен был быть рядом. Нет, Сокс просто улетел. Полный бред получился. Единственный, наверное, позитивный момент, это то, что все-таки Висп залетел в спину, добил Геррокоптера, который улетал на Лоу ФП. Ну, хоть не 3-0, да, 3-1. Да, хоть какой-никакой размен, тем более Геррокоптеру, опять же, сбили немножко фарм. Он себя не слишком хорошо чувствует. Что там у нас по Нетворцу? По Нетворцу мы видим, что Бистмастер на первом месте. Почти 5 тысяч он уже себе нафармил. Почти 4 тысячи есть у Халас Найта. И столько же есть у Дарксира и Свена. Ну да, то есть как бы есть преимущество небольшое. Два Тавра, опять-таки, забрали его в Драку, последнюю выиграли Ретал Снезу. Еще от этого есть у них преимущество. Ну, не скажешь, что оно большое какое-то или решающее. Так что тут еще не все решено. Да, тут далеко не все решено. Тут сейчас, правда, Мека появляется у Факин Мэда. Залетают на него тут еще птицы. Пойдут ли на перехват? Нет, на перехват пока никто не выдвигается. Кабу. Так, ЦМочка там пока только Ван себе сейчас догрейдит. Висп восьмой, Свен девятый. Свен БКБ, в принципе, скоро будет. Надо как-то очень, очень, очень правильно это реализовать. Тут мы видим, что у Халас Найта тоже то же самое, что у Свена. С АГМ у нас с медальончиком. ЦМка без ничего. ЛО, БКБ где-то так же, как у Свена появится. Ну и Бисмастер очень хорош. Да, тут вообще команда Резл Снэйк неплохо себя чувствует, потому что вот эта медалька, которая сейчас появилась, она будет очень сильно помогать Халас Найта, она будет очень сильно экономить время. И я вот вспоминаю, опять же, команду, которая очень-очень сильно любит обузить тактику минус армора. У них-то очень неплохо получается. Кайпи. Да, да, да. Они очень-очень часто обузят эту тему, и это действительно срабатывает. Не знаю, другие команды пока еще не переняли эту стратегию, но, возможно, мы увидим нечто подобное. Медальон просто дефолтная тема, на самом деле. Смотри, Вига принимает пунзи, дает стан Габлак. О, Айси неплохо. Кстати, Айси пробивает. Айси фантазм. Ну, и тут минус два сейчас будет. Сайлент залетел, конечно. Стан дает Сокс. Сокс, Сокс. Сокс будет пытаться убежать. Тут сейчас все должны поумирать. Забегает ЦМочка. Есть колба. Будет сейчас еще и новая. И Сайлент улетает один. Он улетает на нижний лайн. В общем, один в три. Без Дарксира. Без ничего. Поймали саппорта, отдайте вы его. Нет, отдаются, отдаются, отдаются квантики. Мы это наблюдали в первой игре. Мне это до боли напоминает первый матч, когда действительно за одного игрока гибла вся команда. Я, конечно, понимаю, что там все-все дружат и все хорошо. Но не надо так делать. Да. Лид чайник не дал на этот раз. Ну, наверное, и не было куда там давать чайник особо. Мы видим, что под медальоном забирают Рошана, парни из Эртлснэйк. Догадывается, по-моему, это дело, об этом Квантике. Ну и снизу Сайлент. И что это было? Что нам случилось? Просто Сайлент. Просто Сайлент? Просто, да, Сайлент. А почему так вышло? Ну, видимо, так надо. Да. Ну, в общем, да, да, да. Ошибка за ошибкой пока что наблюдается за командой Квантик. И у Сокса артефактов нет. В общем, все плохо. У Квантика все очень-очень плохо. По графикам они уже тоже очень сильно начинают проигрывать. Рэтлснэйк уже имеет более 5000 золота преимущества. И по опыту потихоньку добираются вверх. Ну, опять-таки, Тавара, Тавара, Тавара много дают. Ну, так ошибаться, как ошибаются Квантики, но тут уже никакая. Ну, просто, вот да, вот эти Тавара, Тавара они позабирали. Окей, все рассчитывают на то, что рано или поздно там команда Квантик пойдет и забирает вражеские вышки. Но этого может и не случиться. Просто Рэтлснэйки могут дальше не пустить. Банально не пустить. Видите, они сейчас несут еще все Тир-2 Тавара и просто будут делать то, что делали Квантики в прошлом матче. Они будут съедать все три лайна и два леса. И там уже будет нереальное преимущество. Габлак до конца. Ну, и Габлак просто отдается в миде за Тавар. Да, да. Ну, Габлак тут гарантированно должен отъезжать. Там хороший Рокетберридж, третьего уровня ракетки. Он за Тавар отдался. Здесь хоть не бесполезная смерть какая-то. Хотя, ты посмотри, он еще и не умер, но не помогает Тезер слишком много дэмэджа. Можно, можно забрать лоу, дэд кулдаун. Ну, очень-очень-очень лорхопэшный лоуз били Эггис. И сейчас что, Фунзи бежать быстрее надо отсюда? Да тут всем надо бежать, потому что сейчас лоу на развороте нужно навешивать. На топе, кстати, Тавар забрали. Кстати, смотри, сейчас Висп мансит. Висп залетает к Фунзи. Сам в урны подхиливается. Да, птицы вроде долетают, но птицы тут уже толком ничего не сделают. А, гонятся Реттлснеки. Да, гонятся, действительно. Птицы же застанят. Сейчас на этих птиц как забайтятся. Ой, Мэд, вот стенка нужна. Стенка нужна, успеет ли ультует в него? Нет, не успевает, не успевает, Мэд. Сайленту там разбивают сейчас лицо. Сайлент, если хоть на кого-то затезерится, да, есть у него цели для тизера. И нет, отступают. Вайбэк зачем-то делает Дарксир. Ну, собирались, видимо... Ну, тут на перехват идет Свен. И смотрите, Свен, Свен! Что это было? Сокс! Боже мой! Поймали Айси. Айси надо убивать. Стянул Дарксир на стенку, хорошо. Луо тоже поймали. Забрали Айси. Забрали Сайлента. Сокс тоже умирает. Луо расстреливает Габлака. Факинг Мэтт его колет. Габлак умер. Факинг Мэтт убивает. Луо Фунзи тоже проседает. И остается один Факинг Мэтт против троих игроков в Реттлснек. Боже, Сокс, какой фейл! Этот стан, это просто... Четыре героя! Почему ты даешь стан Кабана? То есть, я понимаю, что кто-то не любит там Кабанов или что-то типа того. Может, его в детстве Кабан укусил. Я не знаю. Я не могу другой, более адекватной причины придумать. Но потому что это реально был тотальный провал. И три... Боже, если бы стан залетел хотя бы по двоим, как же все хорошо было бы. И сейчас Дред сидит там, смотрит стрим и такой, блин, а мы им проиграли. Как? На квалах. Как? Действительно, как бы это получилось? Ну что же, 20 на 1. 11, да, по деньгам 7 тысяч, по XP уже 5. И все же хорошо. Нормальные же шмотки, хорошие же герои. Но фейлят. Очень много фейлят. И тут, конечно... Ну понимаешь, после таких ошибок, там... Главное, чтобы руки не опустились, банально. Потому что начинаются вот эти всем известные, мол, да ты там... Ну главное, да, чтобы не было мошны сейчас. Ну что... В случае, в случае, если проиграть эту карту Квантики, мы не забываем, что это Best of 5. То есть... Шанс еще будет. Мы, конечно, очень надеемся на то, что сейчас Квантики соберут чехлы и... И выиграют эту игру. Вот КБ появится у Сокса. Но толку с БКБ, если ты стан Кабана даешь, если три героя рядом стоит. Я понимаю, что он думал, может быть, застаню всех. Там, рикошетом от Кабана. Не, ну он так хорошо выбегал. Или, может быть... Байбэк Дарксира. Не, понимаешь, он выбегал просто в лоб на двух типов. Вот просто... И не просто нет, смотрят, блин, откуда он тут? Да, да. И просто выбегаешь, даешь стан, просто в упор залетает этот молоток. В гирокоптера. В гирокоптера, да. В гирокоптера моментальный минус. Он выжил этот гирокоптер там на... Он всех поубивал. Потому что залетел хорошо калдаун, залетел хорошо нам флэк и рокетбэридж. Вообще все идеально там получилось. Он там флэком нанес миллиард дэмэджа просто. Ну там, да. Там вообще там очень много дэмэджа тогда залетело. Террибл дэмэдж просто. Террибл. Именно. Ну что, Фунзи. Фунзи, который, если честно, сегодня почему-то немножечко не радует меня, скажем так. Посмотрим, соберется ли. Ну вот он смог в миде. Вот он смог в миде. Квантики пошли. Есть все ульты. Будут пытаться поймать. Их хороший смог знает, где РСы. И бежит команда Квантик. Хорошо в спину бежит команда Квантик. Теперь надо, чтобы все правильно получилось у них. Так, ну вот они увидели вард. Так. Так. Видят у нас Хауснайта. Хауснайт. Ультра-шетка. Отлично. И посмотрите, сейчас пытаются на развороте зацепить. Хауснайт избрили. Кстати, у Айсета серьезные проблемы. Цепка едва живая. Правда, фокинг-майт умер. Чайник. Ну, чайник полетел. Чайник. Кого там полетел? Чайник, отлично, кстати, рикошетит. Ланэм ели. Живой ЦМ-ка погибает. Хорошо. Ланэм погибает. Отличный чайник. С Агэма можно бить. Три секунды по Соксу. Тут уже не выжить. Ладно, три в три. Три в три. Ну и байбэк. И гем. Гем просрали, да? Да, да. Гем слетел. И байбэк был от Хауснайта. Но байбэк окупился. Я это считал в три в три, по-моему. Или нет? А, что это здесь еще? Кто это здесь тусуется? А Фунзи умер, да. Ну, тут Фунзи... Не, нормально. А у него ТП нет. Он в любом случае тут умрет. Можно Тавру разве что отдаться. Опять от меня сбежала, но камень ее догонит. Можно разве что отдаться Тавру. Может, прилетит Виспи, заберет? Не, ну это из-за разряда чайник невероятный. И от меня убежала, но камень ее догонит. 24 в три. Вот как раз таки... 4 в три проиграли драку. Хорошая была драка. Если бы Стан залетел сразу в Хауснайта, да? Да, да, в Хауснайта он на самом деле очень четко все сделал. Действительно классно заивейдил этот первый стан, который был очень важен. Но сейчас Габлак уже понимает, что, блин, драку проиграли, пойдут от вард зла вредный, разобью. Я думал, он сейчас Нутейла тут ключит и 40 ударов по этому варду будет делать. Я помню, кто же у нас был рекордсмен на Козе, точно помню, кто-то играл. То ли КВМ, то ли кто-то из этого, из этой категории персонажей. Там то ли 7, то ли 8 миссов подряд. Было просто эпично. Он Тауэр добивал, я помню. Тауэр было на две тычки, да. Своего Дэнай этими сануть там два раза подряд. Не, ну у нас был эпичный, опять же, от КВМа эпичный Дэнай по Баунти Хантеру с одним ХП, который... А, я помню это, я помню это. Который не сработал, непонятно почему, но это было очень эпично. Ну, мисс просто и все. Там то ли мисс, да, то ли шилд сработал. Короче, непонятно вообще, что там было, но где-то у нас в фейлах... А, там этот, как его, стаут шилд сработал. Не стаут шилд, а брус шилд сработал. Вот здесь это было, как сейчас помню этот момент. Где-то у нас там было в фейлах, это, по-моему, даже не шестой, и, по-моему, пятый. Да, это как один вообще из первых сезонов каких-то там, очень давно было. В любом случае, Квантики сейчас понимают, что надо что-то менять. Кстати, по деньгам-то, смотри, остановился рост, по ХП даже последняя драка пошла в плюс, потому что, ну, байбэк, Хаус Найта, БКБ, Хаус Найт себя тянул, но вот сейчас у него будет БКБ в следующей драке. А БКБ, как вы знаете, это штука такая неприятная, потому что по ней нельзя станеть. Ну, потому что, во-первых, его пробивать здесь нечем, а во-вторых, потому что под этим БКБ можно прыгать спокойно на Лешего, на Лича, на Виспай и просто... То есть Лешрак вообще становится бесполезным, Лич абсолютно так же. Ну, там много становится бесполезных персонажей, много действительно появляется. Это на следующей драковой рожане, да, через две минуты? Там Бисмастер без пяти сотен с Аганимом, и вот этот Аганим... Километр Рэндж. Да, он Свена очень сильно будет портить, потому что, опять же, вот у Квантиков идет все в одного героя. Это Свен. Вот Свен должен вытащить матч. Окей. А что делать с Геррокоптером и Хаос Найтом, когда они соберут себе по пять слотов, остается загадкой, например, для меня. Каблак разбил опять киварты, на него тут просто шайка сразу бросилась в смоуке причем. Ну и должны, я думаю, понять, что тут не так. Ну, видят, видят сейчас. Вот этот вард, а нет, не увидел. Видели, видели, видели. Вот зашел сейчас в Вижен, и сразу был маяк, что там они... Ну и тут Геррокоптер фармит деньги. Геррокоптер фармит деньги, у Геррокоптера все, в принципе, отлично. Есть 3300, то есть БКБ, я так понимаю, тоже он себе купит, чтобы вообще нипочем было и Геррокоптеру, и Хаос Найту, ну, Свен и все остальные. Ну, два БКБ, да, это, конечно, вообще беда. Да, вот с этими БКБ что делать в команде Квантик, непонятно. Ну что, ждем. Там продолжает стакция еще и Ancient, то есть лишний буст по деньгам, по опыту для команды Rattlesnake, который лишним, в принципе, не бывает. И Рошан появляется через минуту. То есть сейчас будет у нас решающая подготовка к битве за Рошана, появляется там какая-то ПТшечка у Лишрака, появляется... Опять же сейчас, я думаю, Геррокоптер себе, да, купит это БКБ, потому что без БКБ в драке ему делать реально нечего. Ну и да, и очень неприятно будет для Квантиков, потому что у них-то ничего нового не появилось с момента последней драки, причем абсолютно ничего, то есть там, я думаю, может, у Сокса какой-то, Мэднес появится или что-то. Ну, кстати, Ланэ мы бы еще 70 голды насобирать, вот он, топоры, и вот они 70 голды, и сразу же Аганим появляется у него. И теперь у нас есть Аганим и два БКБ на Рошане у Rattlesnake, у Квантиков нет ничего. Да, вот, посмотрим просто на команду Квантик, что у них есть. То есть у них действительно нет ничего, кроме БКБ на Свене, который будет просто бегать за командой противника. Опять у нас расклад, где есть Свен, и где есть три очень мощных героя. Ну, Свен откупил себе Кристалис. Опять же, Свен, он будет бегать. Нету героя, который зафиксирует. Он будет очень сильно проседать. Ну, в общем, Свен, чем плох, как керри-герой, тем, что это... Даже Каблак опять разбивает снизу вард, уже третий за две минуты, по-моему. Да, он там нормально, кстати, бушует. Если бы за варды экспу давали. Вот, да, чем этот Свен плох? Тем, что, опять же, милишник, у которого, кроме Стана, который элементарно и выйдет с БКБ, ну, нечем догонять противника. Вот тем же Лайстилер, например, плох. Но если у Лайстилера есть инфест, он влез в какую-то квапу или в пака, и все. И вот он уже рядом с тобой, то есть он там с башером, да. Свену надо или даггерить, чтобы его кто-то подтолкнул. Там либо, чтобы был кто-то, кто зафиксирует врага. Раньше этим кем-то был Магнус, например. Сейчас про Магнуса немного забыли. Вот сейчас был бы этот Магнус, залетает Магнус, там РПшечка. Покинай, умер снизу. Да, да, да. Хотя... Улетит? Нет, не улетит. Лол, Ира минус Рошан. Ну, зачем? Ну, что он здесь сделал? Он Тауэр хотел забрать? Или что? Ну, там вышечка стоит сладенькая, 50 кп, конечно, хотел забрать. Но его заданали этот Тауэр. Минус Рошан, драки на Рошане не будет, просто Фокинг Мэтт пошел. Соло мидер Фокинг Мэтт, который всю жизнь играл с саппортом, и сейчас пошел почему-то... Я тоже не понимаю, чем было обусловлено. Тем более, что было понятно, что команда будет где-то рядом с Рошаном, команда врага. Ну, да. И нижняя вышка по случайному стечению обстоятельств тоже находится близко, возле Рошана. Ну, полнейший, опять-таки, мы еще раз говорим о том, что какие-то абсолютно непродуманные мувы делают, и они появляются тем временем еще... Короче, артефакт... Мне вообще страшно представить, вроде бы по деньгам перевес небольшой. Вот вроде смотришь, там, да, 7 тысяч по деньгам в общей сумме. Да, там на пятерых, там эти 7 тысяч, что-то там получается совсем немного. Ну, тут разные барабаны, там... Да, да, но по факту же вот этих ключевых айтемов здесь более чем достаточно, и это очень-очень сильно будет бить по команде Квантик. Ну, и тут, на самом деле, сейчас эта игра будет тоже очень сильно решать в моральном плане. Почему? Потому что счет до трех побед, это будет предпоследнее... А один ты уже почти в турнире. Ты уже почти, ты понимаешь, что ты уже начинаешь верить в свои силы. Некоторые команды расслабляются, некоторые, наоборот, на кураже несутся дальше и вытаскивают матчи там просто вот... Просто на кураже идут и убивают. То есть, бывает, конечно, по-разному, но я практически уверен, что 2-1 в твою пользу, это лучше, чем проигрывать 2-1. И команда, конечно же, будет намного спокойнее, той команде, которая победит в этой игре. Ну, вот тут, кстати, у Лу скоро вообще баттерфляй появится, по-прежнему у него является Аэгис. Не забываем, тут Габлак, где-то летит у него ракета, под тавр. Ну, Габлак два брасера, как бы, да, это очень полезный лишрак. Ну, это смайловский лишрак. 5-2-5 брасер, 5-2-5 брасер. Все как положено. Ну, и Т-2 тавр в миде. Т-2 тавр в миде без шансов. Вот эти 3 птицы, которые сейчас летают в визажа. Да, Бессмастер ждет, пока влетит Свен и просто сдаст с него стан. Понимаю. Ну, да, а почему нет? А ему больше ничего не надо ждать. У Бессмастера одна задача, крикнуть на Свена, все. Еще есть 3 птицы, которые будут там садиться. 3 птицы, их даже сажать не надо, ты их просто травишь на лишрака или на лича. Он умер. И все, он умирает за считанные секунды. Вот, смотри. Субин купил Мэтнес. Вот, 4 секунды по габлаку залетает. Габлак и так, умер. Но остальным под габлаками поставится. Там чайник полетел хороший. Ну, там крипы, там очень много крипов. Да, вот сейчас еще за БКБ. И, не, нормально, нормально, нормально. Ты смотри, там крик зашел 714. И Хауснайт-то умер. И побежал Свен. И в Ланема стан, только Кабана. Кабанаж убейте, ну, станчик еще один надо. В Ланеме едва живой. У Своя явно какая-то. Да, птицы тут реально сейчас очень неплохо нарезают. Но, правда, получают. Сейчас Сокс за них еще 200 голды. Сайлент, Сайлент. Будет ли догонять? Да, нужно затезырить сейчас Фунди. Догонят, догонят. Сайлент? Сайлент залетает. Вперед просто. Сайлент залетает наперед вместе с Соксом. Еще птицу. Еще птицу. Да, птичку еще по дороге убили. Слушай, отлично. По-моему, отлично. Тут, конечно, ты даже, мне кажется, не представляешь, сколько бабла сейчас с этого всего там вывезла команда Квантик. Они очень много сейчас делали. А почему так получилось? Кто ошибся? Кажись же, все нормально было. Слишком далеко на базу полезли. Там не ошибся бог рандома в этой ситуации. И Свен действительно дал пару очень сильных тычек. Ну, Свен 2600 денег. Он перед дракой купил Мэднес под ноль и 2600 денег за драку вынес. За одну. По деньгам, ну, не перевернули, конечно, по экспет тоже. Но, как ты правильно сказал, много заработали. Очень много заработал на этом Свен. И у Свена появится сейчас Дейдалус. Дейдалус, мало того, что крит дает, ну, размер крита увеличивается на 10 сантиметров. Ну, сейчас уже вполне возможно, 17 левел, то есть будут залетать криты по 1000-1200. То есть, опять-таки, для владельцев компендиумов, я напомню, что Wildcard Match не считается. Блин. Он не считается. Беда, беда. Там написано, по-моему, что он не считается в определении. Так что, даже если тут будут влетать по 1700, это не значит. Угадали, либо же. Не угадали. Да. Кабана видит здесь Сокс. Какая-то явная неприязнь к кабану. У Сокса. У Сокса Мэднес. И это круто. Ты за него сразу же болеешь. Я за него болею. Так, есть Дейдалус. Вот скоро, скоро еще чуть-чуть. Да вот уже готов Дейдалус. Сейчас главное Курьера отправить. И улетает просто домой. Все правильно. Курьера еще этого не пропукать. Ой, поймали снизу. Ну ладно, Сайлент, бог с ним. Ну как бог с ним. Ну в любом случае 45 секунд, это немного на самом деле. А Эггис пропадет через минуту и 45 секунд. То есть, время еще есть. Хаус Найт покупает Сэнж себе. Это будет Алибарда, безусловно. Да, Свена выключать. Ну, в прошлой драке как-то слишком быстро умер Хаус Найт. То есть, причем его даже Свен не бил. Ну там у Свена сплэшить просто на полкарты. Поэтому Свену бить особо-то и не надо. Так, ну, смотри, кстати. Вот он. Вот, вот есть у нас Дейдалус. Есть у нас БКБ 8 секунд. Есть у нас Мэднесс. Сейчас должны влетать уже... Ну, сейчас без ульты залетают криты 550. То есть, с ультой, сами понимаете, плюс 200%. Ну, с ультой там криты будут действительно по полторашке залетать. Если залетит хотя бы один. То есть, есть 20% вероятности. Это не кунка, которому надо единственный один удар дать, первый. То есть, тут один из, не знаю, трех-четырех сколько успеет дать этот Свен, когда подбежит к первой своей цели. Если это получится сделать, если прокнет этот крит, то драка будет по факту за командой Квантик. Если до этого успеет накричать бестмастер на Свена, то Свен под Момом может посыпаться. Ну, хотя там, опять же, там БКБ, поэтому на Мом практически пофиг. Так, тут у нас что? А, это ТПшечка. ТПшечка в бездну от Факин Мэда. И за ним еще и ракета летит. Где, кстати, эта ракета? Где-то долетит. Всех спалит там где-то. Так, Луо продолжает фармить снизу. БКБ Бутерфляй. А куда деньги потратил? 30 секунд и пропадет тег. Из курицы появилась. Это Сэндж, мы видим. Летит на топ, да? Ненавижу кабанов. Это же Сокс. Сегодня закабанировал так серьезно как-то. Ну что, в миде, в смолке, парни из Квантик. На топе Реттлснэйк. Причем пока только ЦМка, но это очень нагло видно, что это байт. Ну, там на самом деле ЦМка с Форстафом урной, Транквилом и Грейджином ванной. Там ЦМке тысяча хп, типа и Форстаф, то есть ее тоже не убить там сходу. Конечно, если в нее Критецкий залетит, то она отъедет, но догнать ее еще надо. Видят Сан, это видят Сокса сейчас Реттлснэйк. Придвордом, как сказать, фармя Квантики. И прекрасно понимают, что происходит. Барабаны только что поражал Фунзи на отходе, видимо, попаяли, что там птицы зацепят. Ну что, здесь действительно, если ты стряешь, все. Но тут очень важно, кто будет начинать сражение. То есть, либо это будет Свен со Станом, которому действительно надо нанести хотя бы один критический удар. Либо же это будет команда Реттлснэйк. У Айси 2 100 хп, БКБ, у Ланэм от 1000... У Ланэм, в принципе, его можно убивать. Ну да, 15 армора, это неприятно. Но не такой уж он и мега живучий. Там главная задача у Бесмастера, опять же, накричать на Свена. Вот он купил себе даже дайгер для этого. То есть у него есть и аганим, и дайгер. Он сейчас через три экрана... Ух! Вот это очень плохо. Сейчас против Свена очень много есть приспособлений у Реттлснэйк. Да, действительно, у них все просто против него. Но... А и смог под Вардом, смог под Вардом. Да, кстати. И маяк сразу. Птицы знают это дело. Летают здесь, типа, ребят. Ну и знаем, что вы здесь. Но вот эти птицы, они, кстати, могли сейчас сыграть и против команды Реттлснэйк. Потому что квантики могли бы догадаться, мол, нас увидели. Ну вот в миде, вот сразу маяк вот сюда, что пацаны, затезрился крип. Все. Больше с полиции нельзя было. Короче, попали в нее, только сейчас просто пойти и станут крипов из-под макады. Ну да, на хайграунде просто их ждут, конечно. Правда, надо как-то зафармить вот этих пацанов. Вот для иншитов, и было бы неплохо. Чтобы там там прожал флэг, все прожал, и потом войти в драку. Но нет. Нет, нет, драки сейчас не будет. Драка будет на Рошане. Две с половиной минуты до Рошана. Ну, мне кажется, что за эти две с половиной минуты мы вообще вряд ли что-то увидим толковое. Потому что драться вообще нет смысла. Будут фармить себе Сокс, наверное. А все будут себе фармить байбеки? С Сайлента. Просто было бы прикольно, да, если двое умерли, потом двое байбекнулись, прилетели, это их драку. Остальные живые. Так вот внизу надо зафармить, надо зафармить вот этих птичек. Да, да, да. Но эти три птицы, это реально 300 зол. Вызывает новых. Молодец. Шарит, шарит на Саг. Но! Три минуты их не будет. То есть, если сейчас где-то поймать птиц, то их не будет на Рошане. А это огромнейшее преимущество. В узком проходит на Рошане, птицы, это ж просто рай. Да тут я же говорю, тут эти птицы сейчас даже дэмэджи больше не вносит. Да ладно, Сокса поймали просто на ровном месте, Сокс. Ну, это посыпалось, в общем, сейчас команда Квантик. Квантик проиграет. Ну, в этой драке, да. Они сейчас отдают так же... О чем Сэлэ думал? Ну, хорошо, конечно, что... Ой, смотри, Сагема, лол, иллюзии сейчас убьют. Сейчас вот собственная иллюзия. Собственная иллюзия Сагема. Свирепствующего Сагема убила. Кстати, да, минус Викит Сик. Ну, хорошо, что до Рошана еще больше минуты. То есть появятся все. Да, успеют появиться и залететь даже успеют, если с виспом все это будет дело развиваться, если сейчас как-то подойдет лично. По таймингам не очень, но Реттлснэйк, они сейчас забежали такие, и такие, блин, еще минута. Вот попадалово. Вот попадалово, да. Бедный-бедный визаж. И опять-таки отличные варды. И опять здесь стоит вард от команды Реттлснэйк. Вот этот вот вард хороший, который не дает спауниться вот здесь. Да, он закрывает этот спаун. И вот этот вард отличненький. Все видит. Постоянно Смоук спалил. Все спалил. Шикарно, короче, в плане вардинга действует Реттлснэйк. Ну и Квантик. Понятное дело, что минуты, наверное, с 15-ой мы уже говорили, что здесь тяжело будет Квантиком. Ну, блин, шанс же есть всегда, правильно? Так, ну что, Смоук сейчас должен быть заюзан прям чуть-чуть на базе. Свен бежит уже сюда. На Рошана выдвигается команда Квантик. Это абсолютно понятно. Птицы тут висят. Тут сейчас все идет к тому, что драка на Рошане сейчас решит все. Боже, тут у птиц, кстати, нереальное количество демеджа. Там у них сейчас по соточке. Как только визаж станет 16, у них будет по 150 у каждой. И с этих 150 на того же Сайлента, если на троите. Хотя Сайлента тоже уже жерноватый, товарищ. Смотри, птицы вот влетают, видят фунзи, видят габлака. Садит он их. Ну и надо забирать этих птиц, мне кажется. Но не хочется Сокс этого делать. Не палятся пока. Пока не палятся еще, ребята. Это из Квантики, им надо быть как-то вместе. Вот птицы. Хорошо. Ну а бить их не хочет. Смотри, как габлак проседает. Габлак сейчас умрет просто. Габлак умер. Айси. Здесь должен отъехать. Да, это минус. Кабу, Кабу, стан в Кабу. Успокоили после Нового года, убили Кабу. Живи, Сокс. Сокс живит. 2 в 2. Но габлак там без драки умер, скажем так. Его убили птицы. Да, да, да. Причем это действительно хорошо. Но! Но! Нет стенки сейчас. Нет стенки. Вот в чем дело. Стенки нет. Но есть Рошан. Его можно пойти... Нет, не пойдут, конечно же. Пускай проход. Будут ждать. Ну блин, опять сумбур. В драке сумбур. Вот что-то не хватает. Ну сейчас вроде хорошо. Сокс ударил там со второго или третьего выстрела. Сработал все-таки крит. Вот это то, чего ждали все зрители и все болельщики команды Квантик. Давай 1700! На! Ну Рошана отдают. Да, да, это то, что нужно. Хреново, что я вам скажу. Очень хреново. Причем... Ну хотя можно залетать. Их же двое там всего-навсего. Ну птицы еще. Да, тут все очень далеко. Абсолютно полностью сознательно почему-то решили отдать Рошана. Не знаю. Что-то вело отзавыло. Я, блин, там... Я вот Вилат недоволен. Вот 3200 СВН, что? Ни в коем случае не надо никаких Тарасок покупать. Это должен быть Pure Damage. Ну, Кираса. Кираса следующая. Кираса пойдет. Как бы очень быстро бить с Момом, с Кирасой. Ну, брони, да, просто пока немного не хватает СВН. Действительно, у него там 10 армора. Действительно немного. Вот у того же Гирокоптера 25, например. Ну, конечно, герой на ловкость, все дела. Потом с Баттерфляем, который тоже брони добавляет. Ой, Ланэм! Поймал. Фокинг Мэтт. Форстав хорошо. Отлично, Форстав. Вот это вот очень хорошо, только надо уходить. Еще один! Найс! Тут что Фунзи, да, что Фокинг Мэтт, мне кажется, у него там сжалось вот кольцо. Два таких два. Ух! Молодцы. Там же летел рифт в него. Причем, да, причем, понимаешь, первый форстав еще ладно. То есть, понятно, да, что его там почти засейвили. А вот второй уже там непонятно, успеешь ты или не успеешь. Потому что уже реалити рифт там замахивался. Но успел, успел все-таки даблкликнуть. Ну и ульта без мастер-рядного там быстро появится. Понимаем, там вообще кулдауна нету. Сколько там секунд? 45. Ну, 45 довольно много. Ну что, по-прежнему. Ну, сейчас уже не по-прежнему. Сейчас уже не Аэгис, сейчас уже сыр Аэгис. Ну, габлак, в драке хоть бы какой-то стан, было бы неплохо. Птицы здесь сидят. А новых-то нету. Ну, через 5 секунд будут. Этих бы зафармить и не успевает. Только одну. Все равно сейчас будут новые 3. Так, ну, гирокоптер, блин, он такой уже страшный. Посмотри, бутерпляйся, таник, БКБ. Борода, там рапиры не хватает. Там действительно только рапиры не хватает. Будет рапира, если у Ло, если вдруг команда Реттлснэйк решит купить себе рапиру, они могут это придумать. На самом деле, герой достаточно неплохой. Читово то, что пулеприемника целых 2 есть. Это Хаоснайт и Бистмастер, которые могут просто костьми лечь за этого бедного гирокоптера. В ДВ, да? Да. День ВДВ, кстати, был и закончился. Я думаю, что люди выдохнули спокойно. Челябинские фонтаны отключили. Серьезно. Сказали, в связи с профилактикой. Ладно. Реттлснэйк заходит по миду и будет нести мид команде Квантик. Посмотри, какие там куски отлетают. Вол, и очень далеко еще Сокс. Будет ли врыв? Вот Стан. Иллюзии поубивали. Хорошо, вот если фантазмам быстренько послевать, если они не успеют снести бараки. Побежал уже по кингмэк в толпу, побежал по кингмэк. Сокс БКБ. Стан в кого? В кого? В кого? В кого? Вон, вон. Вот, смотри, Критуля. Раз, залетел, но хорошо кричит бестмастер. Это минус Сокс. Вот и все. Квест бестмастер выполнил. Байбек, жить, жить, жить. Бараки стоят, бараки стоят. Бараки не добили. Габлака потеряли. Габлака потеряли, это не страшно. Да, но это, это, да, это пойдет еще более-менее. Но стенки нету. Тут нету ульта у Свена. Вот в чем проблема. Ну да, сейчас уже дефит, ну минус мид. Будет посложнее, намного дефит. Отличный Стан, отличный. Держечка, две секунды. Бараки опять-таки, опять-таки выключает его, выключает вот этот калифан. Ну Сокс, Сокс, еле живой на самом деле убежал. Я уже начал переживать, что сейчас будет надпись GG. Но пока что только одна линия была потеряна командой Quantic Silent также отправляется в таверну. Ну и... Но это минус не сразу будет. Во-первых, мы не прожали ни сыр, не потеряли Aegis. Очень хорошо все было, если бы не Бессмастер. Бессмастер свое дело наконец-то выполнил, ультанул и Сокс не успел дорезать. Все. БМа выцепить невозможно. Но он, он держится очень далеко. То есть он действительно очень-очень далеко держится. Если что, он там с даггера даже залетит и так далее. Сейчас вот нас вытолкнули в Фунзи. Ну это так, пытается развлекать, но мы понимаем, что там и Aegis, и все, и алибарды. То есть, ну может даже нет смысла. То есть, какая отличная комбинация, боже мой. И опять Бессмастер кричит. Ну и Лула здесь выживает. Ну это реально крутая комбинация. Слушай, вот эта стяжечка со станом, но демиджа не хватило. Это было продумано с самого начала, просто не хватает демиджа и... Вот был бы у Свена ульт в том моменте. Ух, как там топорами срезал. Да, если бы был у Свена ульт в том моменте, если бы прокнул Крит, возможно бы все погибли. Но, действительно, good game, well played, 2-1. Команда Rattlesnake выходит вперед. И они в шаге от International. Совсем чуть-чуть осталось им. А в любом случае, мы надеемся, что в четвертой игре с тем-то получше пойдут дела. Здесь не хватало, там много чего, значит, не хватало. Даже не скажешь, вот так, чего с первого, на один взгляд, чего именно не хватило команде. Вы сейчас увидите инмейта просто, да? Вот вы сейчас увидите инмейта. Да, и с Матриксом тоже. Да, и с Матриксом. У нас просто, наши диванные аналитики вообще, нас удивляют все больше и больше. Да, я вас оставлю буквально на 5 минут, схожу, попью кофе. Потому что что-то очень долго мы уже тут сидим. Слово нашим диванным аналитикам. Что скажете про игру? Ну, в целом, я смотрю сейчас на мир в розовых очках. Меня все устраивает, игра была отличная. Но вот сейчас Rattlesnake показали, что два эфира лучше, чем один, если у вас есть дизейбл. И как бы с вами не раздавалось квитами, как бы он не раздавал под Момом, под Веспом, все равно не хватает этого, потому что он тупо стоит в стане от Веспмастера. Как бы он не старался. БКБ есть, БКБ нету. И так получилось, что вот была отличная связка Дарксир и Свэн. То есть Дарксир стягивает, Свэн туда отдаёт отличный молот и, казалось бы, минус 5. То же самое могли Rattlesnake делать во второй игре вместе с Импейлом. Но, как бы вот этот молот в кабана, молот в РСУ, молот куда угодно только не в героев противника, привёл к печальным результатам по фарму для самого Свэна и отличным результатам по фарму от кэри героев противника. И, в конце концов, казалось, что не дотащил, не потащил, и 2-1. Что у вас случилось? Я могу сказать только одно. Сокс не любит свинину. Стан, конечно, был очень потрясающий, а я не ожидал увидеть такого. Но если чуть-чуть серьёзнее, потому что я не смотрю на мир в розовых очках, как Inmate, то меня уже немножечко пугает, что игра завязана исключительно на Соксе. То он хорошо играет, как во второй игре, то он играет не очень хорошо, как в первой игре, то в третьей игре он то играет, то не играет, то рыбу заворачивает. Ну вот я надеюсь, что сейчас соберутся с мыслями у нас парни из команды Квантик, за которых мы, конечно же, болеем, и покажут хорошую игру, сравняют счёт, сделают 2-2, и уже пятая игра будет потрясающим. Майл, тебе слово. Ну вот как-то, несмотря на все вот эти французские пляски и ошибки французских игроков, мне эта игра не видится, проигранная именно ими. Даже я бы сказал, что она скорее выиграна Реттлснэйками. Отличные действия. Лан просто, ну это самый стабильный игрок на все 10 человек. Отлично играет на миде, стабильно, очень круто. Ну, конечно, микро-моменты сейчас решили многое, но, на мой взгляд, Реттлснэйк были просто в этой игре значительно сильнее. Честно говоря, не ожидал от них настолько хорошей игры в этот раз. Ну, посмотрим, что будет, конечно, в следующей игре, но будет Квантиком уже очень непросто. И, кстати, это первая игра. Вот The International сказал бы мне кто-нибудь, я бы не поверил, что именно Реттлснэйк станут первой азиатской командой, победившей Веспа в этом году. Да, что касается микро-моментов, изначально говорилось о том, что кто их будет меньше допускать. Ну, вот опять же, да, тот от Свен, Стан, Кабан, Стан, Кабан, Свен. В общем, довольно смешно, мы так нормально посмеялись. Я думаю, еще во многих мувиках это увидим. Но, на самом деле, смешного в этом мало. Это довольно такой печальный момент. Ну, ничего не поделаешь. Что касается команды Реттлснэйк, они меня удивили тем, они пикнули Бестмастера, потом берется Свен. И Свен был довольно очевидным героем, и Реттлснэйк были уверены в этом Свене. И поэтому они взяли Бестмастера. То есть они прочли элементарно ход действий команды Квантик. Вот если бы команда Квантик имела чуть больший пул героев, я не вижу таких персонажей, как Лондруид. Я не вижу там, ну, много героев, которых можно было бы использовать. Там Штарман, Найкса и так далее. То есть вообще, на самом деле, они не играют теми персонажами, которыми играют такие команды, как Альянс, там, Нави. Ну, много-много команд. То есть непонятно, Нага, где Нага, почему Нагу никто не использует, которую по КД пикают. Такое. То есть... Пул ограничен. Что у одной, что у другой команды. Реттлснэйк радует своей агрессией. Они реально не боятся, имея преимущество, лезть там под Т2, под Т3, показывать там свои зубы, скалят. Они прям молодцы. И этим они... Ну, вот есть команды, которые... Например, те же Айсикаповцы. Они в свое время... В чем у них была проблема? Они не могли довести игру до победы. Имеют преимущество, там, 20 тысяч... Голды 15 тысяч. Проходит 10 минут, и эти 20 тысяч в никуда. Вот. Здесь же как раз вот этой агрессии не хватало. Ну, теперь уже у Айсика все хорошо. Ну, жаль, их на Интернешнале мы не увидим. А что касается Реттлснэйк, вот у них такой проблемы нет. Ну, надо сейчас показывать свои стратегии, те 100% стратегии, которые Габлак, я уверен, придумал. И надо тащить. Ни в коем случае нельзя проигрывать. Меня больше всего интересует вопрос, будет ли сейчас какой-нибудь козырь из рукава, карманная заготовочка. Потому что нельзя проигрывать ни в коем случае квантикам. Не хотят они этого делать, я не сомневаюсь. И вот мне интересно, как поведет себя сейчас Габлак. Сыграют они в какой-то наигранный супер-дефолт свой, который для мира может оказаться не дефолтом, либо это будет какой-то риск. Как думаешь, Майл? Я... У меня что-то такое ощущение, что сейчас вообще Реттлснэйк просто в последней игре... Ну, то, что эта игра последняя, сейчас они просто разорвут. Ну, что-то как-то вот по именно вот этой вот текущей игре они набирали-набирали обороты. И вот если во второй игре им не хватило пару моментов, а реально, ну, исполнение их по-другому, они бы выиграли и вторую игру. То сейчас, честно говоря, ну, разве что какие-то, опять же, козыри именно Габлака. И если кто-то потащит эту команду, то это будет он исключительно. Каспер. Что такое? Как ты думаешь, что произойдет прямо сейчас в игре под номером 4? Будет ли она предпоследняя, либо последняя? Думаю, будет знатное мяско. Но на самом деле, если у Квантиков действительно есть какая-то заготовка, то сейчас самое время ее продемонстрировать, потому что... Нет, ну потом продать, это вообще перебор. Ну, вообще у них все, куда ни взгляни, это все есть заготовка. Сейчас будет вивер, вот я тебе стопудово говорю. Ну, вот в первой игре им не дали его, то есть сейчас он как бы... Сейчас он будет, я практически уверен, что будет вивера. Ну да, он должен, должен. А, еще, еще момент. Вот просто почувствуйте разницу. Западный визаж Факин Мэда и азиатский визаж... Да. Кто там играл на нем? Даже, даже не будем сравнивать. Аганим? Сака. На какой минуте он вынес Аганим? И что он сделал, когда просто бежит Дарксир? Фуловый, они гонятся там за бестмастером, вылетают три фамильяра, и все, и Дарксира нету. В секунду просто. Ну, потрясающая игра на визаже. Как они это делают, понятия не имею. Инмэй, ты, мне кажется, эксперт по визажам. Есть такой немного? Да, да, да. Я все сделаю. По поводу визажа, именно что азиатские игроки, если у них есть возможность, они идут и подфармливают где-то, где-то садятся, затерпливают, но выносят свой фарм. То есть берем вражеского азиатского какого-нибудь Леона и нашего, советского Леона, и получается, что в одном случае у Леона есть Хекс, Даггер, Ю, во втором случае у нас есть тапок два брайсера. И так и тут, поэтому визаж от квантиков вынес тапок и помелочи, а тут уже агоним наклюнулся. И потом с этими птицами уже можно творить чудеса, можно пушить ТВРа, можно фармить леса Эншетов, что угодно. Они же вписывают по 148 дэмиджа с первой тычки каждая. И поэтому смерть саппортом, смерть керри героям, если у них мало ХП. Так, ну что вы там притипли? У нас игра по номер 4 уже готова. Да, да, тут уже все в лобби сидят, сейчас, думаю, будем начинать в ближайшее время. И опять же, опять же, все сейчас очень сильно напряжены. Сейчас напряжение в крайней степени. А вот как теперь? Пика тебе спа, если его отдадут или нет? Хороший вопрос. Нет. Если не будет сразу гарантии забирания Хаос Найта, то я не уверен, что его нужно брать. Потому что висп ЦК заезжает у них отлично, но вот мы видим, что другой связкой не получается воевать. Лично мое мнение, если виспы отдают, надо брать. Взять и сыграть не через всяких там бомжи-свенов, потому что это не герой, он контрится уже давным-давно. То есть было одно время, когда Свен и без всяких виспов там ходил, крушил, просто купил себе БКБ МО Мармалет, там и Дайдалус, и все, ГГ, ВП. Но, блин, это все контрится элементарно всякими вот бестмастерами, персонажами, которые пробивают. Например, Тинни, просто элементарная старта через Тинни. Блин, Тинни, это Тинни и Висп, лично мое мнение, в разы круче, чем даже Кэос. Потому что это, во-первых, Лейд в разы сильнее, чем с Кэосом. Во-вторых, при Гангах гораздо проще. То есть тебе элементарно нужно кинуть виспа, он тизером станет, туча демеджа от шаров. Ну, не знаю, я вот когда видел игры, опять же, с этим Тинни, он гораздо плотнее из-за его вот этой пассивы, которая там башит, это тоже очень страшная штука. Когда ты смотришь, ну, просто пытаешься ударить этого персонажа, и ты от него глушишься постоянно. Вот такая небольшая особенность, я не заметил это в прошлый раз, заметил сейчас, что Реттлснейк вторую игру подряд берут секонд пик. Они не забирают ФП, то есть они выигрывают там монетку и забирают второй пик. А это, то есть, каждую игру заново решается? Ну, у них там решалось… В первой игре у них решалось… Да, и потом они по очереди выбирают, да-да-да, то есть они второй раз во время своего выбора забирают второй пик, то есть они не выбирают сторону. Это интересно. Так интересно, да, они взяли, и очень любопытно будет посмотреть, к чему это приведет, потому что, ну, вот, действительно такое есть, и мне тоже было очень любопытно, почему именно второй они забирают. Ну, ладно, посмотрим. Я бы еще хотел добавить, что все зря забыли про Сларка. Висп, Сларк – это тоже вот… все начинается в пабах, и в пабах одна из лучших связок, также вот наравне с Хаус Найт и Виспом – это Сларк-Висп. Пусть попробуют. Ну, Сларком надо уметь играть. Ну, вот на тех же квалификациях. Был Сларк, был Сларк, зашел, зашел. Но не от Квантик. То есть не от СД. Не от Квантик, это да. Конечно. Это ограниченный пул героев, как заметил. Версут. Вот, вот, как раз. Так. Ну, что тут у нас? Да, у нас уже начинается игра, у меня тут маленькая…